там сейчас давайте я прокомментирую пока то есть ну вот у вас там допустим была задача типа найти вот такой фактор и указание было такое что можно воспользоваться без доказательства фактом о том что берем берем z от x это выражаем его на куда вку берем f от x и ставим f от четырех пятых тогда если мы узнаем что ядро этого фи это в точности идеал про этот идеал то значит фактор кольцо но изоморф на образу фи то есть что такое образ фи это мы берем любыми качанскими коэффициентами поставим до 4 5 то есть он выглядит примерно так а 0 1 на 4 5 плюс а 2 на 4 в квадрате на 5 в квадрате и так далее плюс а n на 4 венны и на 5 венны и ваш опрос в том хорошо то есть правда ли что это z от 1 5 но это в точности до 4 5 да кстати наверное сложно спорить вот но дальше возникает вопрос ну хорошо если в этом кольце 1 5 например ну наверное есть потому что если верить одну пятую вы сможете же сдвинуть единичку так чтобы запишите делился на 4 если на целое число логично ну там чем берем значит нам нужно чтобы делился на четыре волосы так один про линии на 5 то есть это на 4 8 до 16 то есть 4 на 4 это вот 3 плюс 1 5 поэтому 1 5 тут лежит если 1 5 тут лежит то вся вот эта штука автоматически лежит а больше ничего коммента взять не может поэтому конечно это z с довольным 1 5 да вот ну то есть там вот конечно факты еще можно попробовать объяснить но да ну вот для этого это тут вроде да понятно ну это все происходит с того что они зоны просты естественно ну хорошо я ну да ну то есть там просто я да ну видите я вот не доглядел потому что я просил семинаристов чтобы они как бы посматривали на тем какие конту как какие контроль не генерируется на киши это не делают потому что там в каком-то прошлом году или позапрошлом году в листке про фактор он был чуть более подробным и там возможно было чуть больше там примеров вот такого типа и там что-то вот прояснялось а потом как бы я решил то брать отец задача остались поэтому возможно не были немножко более жесткими вот и еще но у вас как тут мало но но я потом взял короче мы контрольный догнали семинар в какой-то момент то что семинара было все медленнее проходили проходило чем обычно и поэтому на этой неделе как контроль не видимо не будет потому что уже вот на этой неделе было такое что типа вы у вас был контрольный потому что был на прошлом семинаре а лучше обычно делать через семинар чтобы вы как бы прошли тему потом ее может там повторили и потом уже контрольная поэтому на следующей неделе контролем не будет кроме этой группы которая там в этой в этой неделе тоже не сделал контрольную короче вот там будет небольшой перерыв либо ну там ну сейчас на встрече неделе контроля не будет кроме то группа которая пропустил на этой неделе контрольные напиши на следующий а через неделю же мы про вот продался контрольные в том же режиме как обычно но просто там сейчас вот опять вот теперь завтра завтра нужно быть контролем по неправдимым многоширным который будет прошлую пятницу а я хочу дальше в следующую пятницу поэтому на следующий завтра никаких контрольных не будет но пропустите ничего делать и прорыв отдохнете в общем так а где вот эти вот товарищи они придут или что а там а вот это ваш ну ладно ну хорошо дать и начнем так будет все хуже хуже или это вы считаете что-то временное явление а сколько вас ходят на дискет на анализ понятно понятно а что вас там что такое контрольный покос это что страшно это понятно понятно короче вы хотите чтобы я как это вела сборки и уже значил систему чтобы нужно ходить на лекции тогда все выходить я понял ладно ладно что отказался а понятно понятно ладно да ну ладно прошлый раз в общем мы закончили на том что вы говорили про расширение то есть мы в мерсале там картинку что вот у нас есть расширение и они бывают на самом деле можно сразу этих на два типа конечно бесконечное потому какой какая размерность его клееного пространства и у нас есть вот два типа конечно как бы вот вели два типа конечно же я не догадались что одно и то же мы сказали что можно конечно решение сделал так можно взять f взять f от x и оттокализовать по какому неприводимому многочлену а можно взять какой-нибудь алгебраическая альфа и добавить его или случае бесконечно можем взять поле частных кольца многочленов поле рациональных функций или добавить какой-нибудь трансцендентный элемент и в прошлый раз мы вот доказывали что это одно и то же что если у вас есть алгебраические элементы это то же самое то есть он изоморфен комнату фактору многочленов собственно этот многочлен называется минимальным для этого элемента по которому факторизуем ну и наоборот если у вас есть вот такое расширение то знать что она прожает с каким-то элементом альфа алгебраическим а если вот такое эти два тоже соответствуют друг другу если у вас есть альфа трансцендентное то фото альфа она изоморфная fat x но тут возникает значит два вопроса первый все ли мы описали и конечно его в обоих случаях ответ непонятен то есть ну в случае бесконечно понятно что не все бесконечные расширения вот так представляются и тут дальше можно говорить про то что там есть такой термин степень трансцендентности то есть можно сказать что то есть как как если у вас расширение больше чем такое то в принципе можно говорить что вот вы берете сколько-то переменных независимых добавляете а дальше берете вот конечно расширение такого такой штуки когда вы получаете некоторое расширение у которого но вот назад степень трансцендентности n то есть не как были вы добавили n независимых переменных и потом что-то еще конечным образом расширили но в принципе есть еще решение кроме этих тогда вы даже конечно же он переменным не можете построить расширение то есть там в принципе в эту сторону можно увеличивать во много-много раз поэтому тут это такой отдельный разговор пока он нам не нужен мы его касаться не будем более интересно конечное расширение то есть вот я в прошлый раз в конце про это сказал верно ли что то есть что любое конечное расширение имеет вид f от альфа пока мы не можем ответить на этот вопрос хотя ответ ну в для хороших ответ да пока что мы не можем этого сделать вот нам сегодня мы разовем некоторую технику с помощью которой в конце наверно начнем говорить про теорему а докажем его полностью следующий раз но по крайней мере мы точно можем сказать что если у вас есть конечное расширение то она порождается конечным числом алгебрических элементов давайте я это напишу то есть это вот прям мы можем сразу показать если у вас есть конечное расширение то k это f вот альфа-1 альфа-к ну где конечно у нас 1 альфа-к это все алгебрические на деф элементы ну вот доказательство понятно и вы как бы берете ну что вы делаете вот у вас есть и я фоно лежит внутри к вы берете любое альфа которая лежит в к но не лежит в f альфа-1 тогда у вас появляется башное расширение вы можете взять f взять и вот расширить до f от альфа-1 а потом его расширить до k понятно что если у вас альфа-1 лежит в к без f то альфа лежит в к значит оно все f от альфа-1 там лежит причем так как у нас альфа-1 не лежит в f то вот это решение нетривиальное а мы с вами знаем что степень расширения k от f она равна произведению k на f от альфа-к на f от альфа-1 умножить на f от альфа-1 к f ну и вот эта штука не равна единице то есть нам осталось построить конечное расширение меньшей степени ну а дальше можно например по индукции доказывать ну или просто сказать давайте возьмем теперь альфа-2 который лежит в к без альфа к без f от альфа-1 тогда мы можем его добавить и степень еще уменьшится ну и так за если мы пройдем какое-то количество шагов меньше чем степень этого расширения то мы получим в результате все расширение k то есть мы за конечно шагов дойдем до всего k и ну получит у нас такая цепочка расширения f f от альфа-1 f от альфа-1 альфа-2 и так далее f от альфа-1 ну в какой-то момент мы закончим всего получим все к но так у нас ну то что они алгебраически понятно потому что если бы хотя бы один из них был не алгебраически то у вас бы степень решения с вас было бесконечность и в принципе тут можно даже доказать это утверждение которое нам в принципе не понадобится но она тоже понятное что на самом деле здесь круглые скобочки квадрата над одной тоже как для одной переменной то есть мы же с вами знаем что когда решение конечно эта штука из аморф на f от альфа-1 с квадратными скобочками ну а тут мы можем считать можем сказать что значит это мы из аморф на f от альфа-1 с квадратными альфа-2 с круглыми и мы добавили алгебрийский элемент поэтому то же самое что f от альфа-1 альфа-2 с квадратными скобочками то есть f от альфа-1 альфа-2 на самом деле тут можно везде квадратные скобочки кстати то же самое но f от альфа-1 с квадратными скобочками это просто мы берем все многочлены подставляем а с круглыми это когда берем отношение всех многочленов такой же знаменатель не равен нулю ну и вот тоже есть в том что мы здесь все знаменатели можем убить точно так же как можем убить его если можем убить для одной переменной то просто мы так перемены будем добавлять и все время убивать знаменатель вот то есть по крайней мере мы точно знаем что за конечное число элементов можно построить но то что это элементы можно заменить на какой-то 1 это вот непонятно ну и в общем случае там ну вот на семинарах будет задача в духе вот мы берем какое-нибудь расширение типа там но берем куда ну что можно сам просто добавить корень из двойки да потом добавим еще корни стройки вот возникает вопрос ну что ты можешь сказать про это решение какая у него размерность то есть тогда мы получается у нас есть башня расширений дальше мы пытаемся посчитать но вот это понятно какая степень такого решения как степень такого решения тогда можно посчитать степень решения все в совокупности и можем попробовать понять какое альфа нужно взять чтобы вот эта штука была просто изоморф на какому-то код кого-то альфа вот например у вас на семинарах будут это разбираться какие нам интересны расширение к нам решение важны для дальнейшего если мы например хотим заниматься тем чтобы выражать корни многочленов через коэффициенты то нам важен очень важный пример я вот здесь напишу такой вот который будет называться поле разложения многочлена сейчас скажу что такое по строго то есть хочется нам чего хочется сделать хочется работать с корнями как с элементами для того чтобы работать корнями со всеми корме мегаченок с элементами над их все добавить и вот пользу разложения многочлена но в двух словах то просто такое наименьшее расширение которое посадит все корни данного многочлена. Тогда мы можем в нем работать и пытаться выражать корни через коэффициенты. В принципе, тут вот пока еще о чем важно поговорить. О том, что тут вот есть некоторая борьба с тем, что вот мы добавляем конкретный элемент, а тут мы фактуризуем по многочлену. Ну и тут как бы есть ицеморфизм, но это не совсем одно и то же, потому что вы можете на самом деле у вас многочлены несколько корней есть. И в принципе вы можете любой из них добавить. И эти все поля будут изоморфные, как поля, но они могут быть неодинаковы. То есть, например, у вас есть, вот вы берете x кубь минус 2. У вас у этого многочлена есть 3 корня. У него есть корни корень кубический с двойки, корень кубический с двойки на омега и корень кубический с двойки на омега в квадрате. Ну где омега, это вот корень кубический с днице не равен единице. То, что мы использовали, когда говорили про числа с двойки, но они не совпадают, как подмножство c. То есть у вас в c живет три копии одного и того же поля, которые, ну вот они абсолютно одинаковые и заморфны друг к другу, но при этом они разные, как подмножство c. И поэтому хочется не просто взять, ну, такой первый шаг это взять для каждого многочленного, смотрите, в поле разложения. А в принципе хорошо бы, если бы у нас было для каждого поля такое большое-большое поле, которое бы содержало вообще все корни всех многочленов. И тогда мы могли бы просто говорить про корни многочленов как конкретный элемент этого поля, чтобы нам каждый раз не думать о том, какой именно корень многочлена мы рассматриваем. Если у нас есть поле, которое содержит вообще все корни всех многочленов, то действует немножко проще ну вот тут можно говорить еще про алгебраически замкнутые поля алгебраически замкнутые поля ну и собственно про алгебраическое замыкание ну то есть нам вот для занятий нам просто нам несколько проще потому что мы знаем что в комплексных числах у нас выполнена серия алгебра поэтому можем про все корни многочленов говорить про как про просто комплексные числа и вопрос можно ли любого поля такое сделать то есть например вот берем конечное поле можно для него построить такое вот расширение которое будет уже содержать все корни всех многочленов и но она сама будет то есть в нем самому же ники корни как бы новые добавить нельзя но вот это сегодня план поговорить вот про эти три структуры ну начнем с поле разложения многочлена ну а вообще определение она как бы сл дискриптив то есть понятно что имеется ввиду но давайте напишем формальное утверждение поскольку тут есть там требованиями минимальности этого поля поэтому проект нужно написать на счетах есть изначально поле f и какой-то многочлен f от x с коэффициентами в этом поле он не обязательно не приводим можно брать любой многочлен значит полем разложения многочлена f от x называется расширение ну какое-то расширение поля f которое удовлетворяет дум условиям во первых у нас все корни многочлен там лежат и у вторых это минимальное поле с таким условием то есть у нас нет в нем промежуточного подполя который все эти корни содержит значит к содержит все корни ну что значит содержит все корни означает что f от x в этом поле над этим полем раскладывается на линейные сомножители можно так сказать f от x раскладывается на линейные ну и к в к не под полей которые совпадают к минимальная по включению то есть нет л содержащегося в к с условием 1 ну опять же на семинарах давайте я напишу примеры на семинарах они будут подробнее подробнее разобраны ну понятно что если берете многочлен степени 1 то у вас нам ничего не надо делать да если вы берете многочлен там x минус а то поле разваления будет просто f ну вторую степень возьмем ну давайте х ontку значит вы берете корень корень кубический двойки добавляете его ну и получается сразу что если вы взяли Hub кубических двойки это он будет содержаться 2 корни этого равнения строка уровни это мин discord коми с дойким там конечно лежит поэтому это будет уже просто Это будет целиком поле разложения. Над Q. Что? Ну, пока что мы... У нас будет некоторый значок, но он появится позже. Я не помню, будем ли его как-то использовать. Ну, давайте я подумал, может, я сейчас что-нибудь напишу. Пока это, наверное, не так существенно. Ну, вот, например, X куб минус 2 уже более интересно, потому что мы, добавляя корень кубический из двойки, мы не получим все корни, ну, хотя бы потому, что у нас два корня, они комплексные, а это код корень кубический из двойки, это чисто вещественная штука, она внутри R лежит. А там есть какие-то комплексные корни, они туда не войдут. И многочлен, он здесь не переводим, а на код корень кубический из двойки он уже имеет корень, то есть он разлагается в произведении многочлена первой степени, и какой-то второй. Ну, и здесь надо еще что-то добавить, ну, например, омегу, то же самое. Ну, и получится вот такое расширение. И вот в этом новом поле у нас уже многочлен раскладывается, и можно показать, что в никаком подполье эта штука не будет раскладываться на длинные множители. И вот получается уже более сложная структура. Тут уже будет степень решения, на tq будет 6. И на самом деле тот факт, что существует многочлена на tq в степени n, у которого поле разложения будет иметь очень большую степень на tq, то есть там типа n факториал, ну, такой есть факт, который мы... Но мы его прям строго не докажем, поскольку там надо что-то делать, ну, там какие-то более тонкие вещи, там тратить все время. Мы это докажем там для степени 5, наверное. Что существует многочлен на tq в степени n такой, что поле разложения k обладает тем свойством, что k на tq имеет максимально возможную степень. Ну, тут примерно уже понятно, что... Ну, как вот, я сейчас это докажу, но, понятно, вы добавляете один корень, у вас степень увеличивается уж не больше, чем степень многочлена. Потом этот многочлен как-то разваливается, и следующий этаж башни он увеличивает степень не больше, чем в n-1 раз и так далее. Поэтому максимум, что может быть, это n факториал. И на самом деле на tq у нас есть многочлены, у которых поле разложения имеет максимально возможную степень. И как раз из-за этого у нас уравнение неразрешено в радикалах, потому что оказывается, что если у вас степень разложения многочлена очень большая, то вы не можете просто... У вас слишком разные элементы, и вы не можете выразить корни через коэффициенты. Но это вот мы будем к этому идти еще несколько лекций, чтобы это доказать полностью. А так хочется доказать простое утверждение, что, значит, если есть f-поле, f от x многочлен степени n, тогда поле разложения f от x над f существует, имеет степень не больше, чем n факториал, и единственно с точностью до изоморфизма. И единственно с точностью до изоморфизма. то есть если у вас есть многочлен, то гарантированно уж не больше, чем за n факториал, вы можете построить некоторое расширение, которое будет содержать все его корни. То есть это будет конечное такое расширение, которое будет содержать все корни, и можно с ними работать как с элементами какого-то нового поля. На самом деле единственность, это некоторое техническое утверждение, которое довольно естественно, потому что понятно, что если у вас есть поле разложения многочлена, то логично, как вы корни добавляете, получится одно и то же. Но я его буду доказывать только потому, что нам потребуется техника, которую мы используем в доказательстве дальше, и я уже хочу начать вас подготовить к тому, что будет дальше. Там просто некоторая релема, которая нам поможет в дальнейшем. Ну давайте сначала докажем существование, про степень, а единственное, вот мы там будет несколько шагов, чуть сложнее доказывать. Так, ну давайте начнем. Начинался многочлен. Ну что мы сделаем? Берем многочлен, раскладываем его на неприводимые компоненты. И дальше берем F и расширяем его, ну добавляем его корень кого-то из этих многочленов. Например, берем и добавляем корень первого многочлена. То есть, ну, я характеризую по неприводимому многочлену, мы в прошлый раз доказывали, что это расширение будет иметь корень этого многочлена. Ну давайте я его обозначу, как там, например, K1, значит, у меня будет K0, это будет K1. Значит, в K1 есть корень многочлена F от X, по крайней мере, один. Поэтому F от X в K1 он раскладывается как X минус альфа 1 на какой-то новый многочлен F1 от X. причем степень F1 от X будет не точно равна N минус 1. Ну давайте мы доказываем по индукции, то есть если бы у нас был там один неприводимый, вообще на первой степени, то мы бы уже сразу доказали, что степень единица по степени N. Значит, у нас есть многочлен F1 от X, у него степень N минус 1, можем взять его поле разложения от K1, получим вот такую башню. K0 лежит в K1, лежит в K, это поле разложения F1 от X над K1. Значит, там будут лежать все корни этого многочлена F1 от X. И так как в K1 лежит корень, оставшийся корень, то в поле K содержит все корни многочлена F от X. При этом степень его она равна K над K1 умножить на K1 над K0. И это значит, первое не превосходит N, поскольку мы факторизовали по многочлену и степень этого равна степени многочлена H1, а это не превосходит N. Нет, давайте это не пишем DG H1 от X, что меньше либо равно N. А степень этого она не больше, чем N минус 1 факториал. Ну, значит, вся эта штука не больше, чем N congratulations! Ну, в принципе, понятно, что это поле K это поле разложения, потому что поменьше поле взять нельзя, которое бы содержало все корни. Ну, в принципе, даже если бы оно содержало, получилось бы тут решение поменьше, оно бы все равно степень не больше момент факториал. То есть, если мы построили расширение, которое содержит все корни, то значит само поле разложения многочленной f от x, оно где-то вот тут лежит. На самом деле, понятно, что оно равно k, но понятно, что вот мы построили, оно не больше чем факториал. Единственность доказывать несколько сложнее, потому что у вас есть, ну изначально у вас, представьте, у вас есть две конструкции, вот вы взяли, двумя способами построили, добавляли корни, добавляли корни, добавляли корни, получили два разных расширения. Одно, то есть, вы взяли f, и вот у вас есть внутри какой-то k, внутри какой-то m, и это оба поле разложения одного и того же многочлена. И вы хотите доказать, что они изоморфны друг к другу. То есть, вам нужно построить какой-то изоморфизм, а для этого нужно как-то аккуратно там склеивать корни, вот это вот, то есть, проделать какую-то операцию. Поэтому для того, чтобы это прям делать попроще, мы докажем важную лему. Сейчас я сформулирую, сделаем перерыв, видимо, да? А, нет, опять нет, есть нет. Ну, может, мы лему даже успеем доказать. Важная лема, это лема, которая показывает, с какими способами вы можете продолжить, ну, вот у вас есть некоторый гоморфизм полей, с какими способами можете его продолжить, если вы добавляете к вашему полю какой-то новый элемент. Значит, пусть дан гоморфизм полей фи, который бьет из f какой-то l. И у вас есть альфа, какой-то алгебрический элемент над f. Вопрос. Вы хотите взять и это f продолжить до гоморфизма из f от альфа в l. То есть, вы хотите построить то вы гоморфизм, который будет бить из большего поля в l. Ну, так, чтобы, ну, понятно, продолжить, означает, что если вы ограничите на f, то получите ровно фи. То есть, это будет, ну, какой-то пси, какой-то гоморфизм из f от альфа в l такой, что если вы ограничите на f, то получите ровно фи. То есть, он на f совпадает, но это продолжение этого гоморфизма. Вопрос. Значит, вопрос, когда так можно сделать, и сколько таких существует различных. Ну, ответ такой, что если вы хотите его продолжить, то вам, конечно, нужно куда-то запихнуть альфа, иначе у вас ничего не получится. Чтобы альфа куда-то запихнуть, надо, чтобы в l было что-то, куда альфа можно перевести. И более того, ну, то есть, все, куда альфа, то есть, все, куда можно альфа перевести, это вот конкретно какие-то элементы. Ну, а куда альфа можно перевести? Давайте я сейчас напишу, а потом суммулирую движение, будем его доказывать. Ну, альфа должен, мы про альфа знаем, что альфа — это корень некоторого минимального многочлена от альфа. То есть, есть некоторый многочлен, неприводимый, который альфа обнуляет. Мы можем взять и посмотреть, куда коэффициенты этого многочлена переходят при гоморфизме φ. У нас получится многочлен φ от альфа 0 плюс φ от а1. Ну, давайте я буду писать переменную x. φ, а в n и x в n. Значит, если мы хотим, чтобы у нас альфа куда-то переходил, то так как у нас гоморфизм сохраняет сложение и умножение, 0 должен переходить в 0. Поэтому вот эта штука должна быть φ. Ну, вот, если мы возьмем здесь и напишем φ от альфа, то это должно быть равно 0, потому что 0 переходит в 0. Если я применю φ, я должен получить вот такую штуку. Поэтому φ от альфа должны быть корнем вот этого вот нового многочлена, который получается из минимального многочлена для альфа, когда мы берем от него φ. И вот если, то есть, если многочлен φ от m альфа имеет корень в l, то мы альфа можем туда перевести. И более того, таких гоморфизмов, которые проражают наш, их ровно столько, сколько есть разных корней у этого многочлена в l. Ну, давайте это напишем. Значит, тогда гомоморфизм φ можно продолжить до гомоморфизма Пси, который бьет из f от l, f от альфа в l ровно К способами, где К количество корней многочлена φ от m альфа от f в l То есть, реально у вас есть, вы можете продолжить гомоморфизм, причем, конечно, способ зависит от того, куда вы можете в альфа направить. Альфа можете направить только в корни вот нового многочлена, и поэтому количество таких разных продолжений, можно просто вот так посчитать. Ну, окей, давайте сделаем перерыв, после перерыва я докажу лемму, из нее будет, очевидно, следовать утверждение, и после этого мы перейдем уже вот к алгебрическим, попробуем поговорить по алгебрическим замкнутые поля и алгебрическое замыкание. Ладно, возвращаемся к доказательству леммы. Ну, я тут уже больше сейчас рассказал, давайте напишем, что я сказал. Значит, если Во-первых, если φ продолжается до некоторого ψи, то тогда вот мы можем это написать, да, то мы пишем, что ну, то есть мы говорим, что вот берем минимальный многочлен минимальный многочлен альфа f от x. Это у нас вот такой многочлен a n x степени n плюс и так далее, плюс a0. Мы применяем к нему ψи. Ну, берем, поставим туда альфа и применяем ψи. Получаем вот такое равенство, что ψи от а n альфа в n, плюс и так далее, плюс a0. Это равно ψи от нуля, то есть нулю. А с другой стороны я могу, так как у меня ψи это гоморфизм, он сохранит сложение и умножение, я могу поставить во все скобочки и еще ψи заменить на фи, где, во всех элементах, где у меня написано f. Получу вот ровно то, что я написал выше. Значит, это будет фи от а n, фи от альфа в n, и так далее, плюс фи от а0. Поэтому, значит, фи от альфа, фи от альфа, фи от альфа, это корень многочлена фи от m альфа f. То есть если у нас есть такое продолжение, то обязательно фи от альфа это корень. Поэтому уж точно никуда в другое место он разобраться не может. Ну, с другой стороны, давайте возьмем для каждого кредитного корня, построим гомоморфизм отдельный. Второе. Пусть бета это корень вот этого нового многочлена m альфа, значит, фи от m альфа f от x. То есть это некоторый элемент l, который является корнем этого многочлена. Тогда я определяю, определим фи, ну, понятно как, если у нас есть какой-то элемент из фи от альфа, то я просто в коэффициенты поставлю фи, а альфа заменю на бету. Как фи от альфа 0 на плюс фи от а1 бета плюс и так далее, плюс фи от аm бета степени m. То есть я взял некоторый элемент бета из l, ну, и как бы в него альфа вручную перевел и продлил на все f от альфа. Утверждается, что это будет гомоморфизм. Ну, то, что сумма переходит в сумму, это понятно. Потому что просто с фи это гомоморфизм. Ну, и дальше нужно только проверить про произведение. Ну, и тут нужно сказать, что у нас, что происходит при произведении. При произведении мы пользуемся тем, что левую часть мы сокращаем на, типа, считаем по модулю m альфа. А вот в правую часть мы считаем по модулю многочлена фи от m альфа. Ну, утверждается, что если мы берем тут вот такой модуль, тут такой модуль, то эта штука, она как бы, из-за того, что это гомоморфизм, она будет, можно сначала взять по модулю m от альфа, потом применить фи, и сначала применить фи, а потом взять по модулю m от альфа. Это одно и то же. То есть взять сначала фи, а потом применить по модулю фи от m от альфа. Это будет одно и то же. Ну и поэтому для произведения тоже все будет работать. Ну, то есть тут как бы совсем, ну, тут надо, конечно, что-то еще сказать, можно это оставить на дом, но то есть тут надо, грубо говоря, сказать, что мы, то есть так, если совсем точно говорить, то мы как бы, если у нас есть гоморфизм из f, то мы очень легко можем продолжить на гоморфизм из f от x, потому что это формальная перемена. Если у нас есть гоморфизм из f от l, надо стабилить гоморфизм из f от x в y от x, сколько мы можем просто из коэффициентов f сделать коэффициенты l. И дальше мы здесь факторизуем по многочлену m альфа, и так как m альфа при гоморфизме f переходит в f от m альфа, то мы, получается, строим гоморфизм из f от x, из f от x по m альфа f в l от x. По фи м альфа f. Но так как у нас корень, который мы берем, он лежит в l, то у нас, на самом деле, эта штука просто l. И вот получается, что у нас есть такой гоморфизм из f от альфа в l. Ну или можно вручную вот это проверить, то, что я сказал, что если мы, ну вот, взяли, то есть этот многочлен тоже степенен, он тоже будет непреводим. То есть мы просто тут берем сначала остаток по этому многочлену, потом применяем фи, или наоборот, что берем фи, потом берем остаток по этому многочлену, и так фи гоморфизм это одно и то же. Ну или вот это сделать. Ну вот. По модуле это утверждение, единственность поля разложения следует довольно просто. Значит, пусть доказательство единственности поля разложения. Пусть у нас есть K и M два поля разложения многочлены f от x. Ну давайте какой-нибудь из них построим вот тем способом, которым, то есть вот прям построим цепочку таких расширений, когда выбираем один элемент. То есть мы берем f, добавляем один корень, потом второй корень и так далее. Потом мы все добавили, и вот это у нас получилось расширение K. Ну там какие-то расширения могут быть тривиальными, но ничего страшного, пусть будут тривиальные расширения. И из f в M у нас есть гоморфизм вложения. Вот у нас есть гоморфизм вложения. Так, M, M и K это расширение f, то, естественно, у нас есть гоморфизм из f в M, который просто отразделяет элемент f с собой. И мы просто его продолжим, будем постепенно продолжать, используя важную лему, постепенно продолжать до гоморфизма из K в M. Ну смотрите, значит, важная лемма. Что мы сделаем? Мы хотим продолжить его до гоморфизма f от α1 в M. Когда можем это сделать? Когда у α1 есть корень в, значит, есть корень у многочлена минимального, который средствует α1. Так, f это торжественное отображение, фи у меня это id, то при отображении фи у нас коэффициенты не меняются, и M содержит все корни многочлена f от x. Поэтому там, конечно, есть ну и корень многочлена, который минимальный многочлен для α1. значит, α1 это корень минимального многочлена для α1, и M от α1 раскладывается на линейные множители M. Значит, по этой M мы можем продолжить гоморфизм до фи от α1, потому что просто берем α1, отображаем его в любой корень этого многочлена в M. фи, можно взять фи 1, который будет бить из f α1 в M. Потом, также мы можем продолжить для f от α1, гоморфизма, f от α1, α2 в M, потому что что нам нужно сделать? Нам нужно для α2 его куда-то отобразить. Значит, α2 является корнем некоторого многочлена, который откладывается в M на линейные множители, и поэтому у нас там есть обязательно его корень. Значит, можем сопоставить α2 какой-то корень какого-то многочлена. Ну и вот так продолжая, мы получаем, что у нас есть фи, там, N, N большое, которое будет бить из кав M. И это будет гоморфизм. Так как M содержит все корни, многочлена f от x, то у нас для каждого α найдется место. У нас не может быть такого, что в какой-то момент у нас кончатся корни. То есть у нас всегда какой-то корень неприводил у многочлена. То есть у нас и расположение многочлена f от x на df оно одинаково, поэтому у вас всегда найдется куда перевести новый элемент α. Ну и все, это гоморфизм. А в k уже есть все корни многочлена f от x, это минимальное поле. Поэтому fn φn от k оно лежит в M и содержит все корни f от x. ну а по правиле поле разложения тогда получается что фен от к это в точности м и значит к и заморф ну я говорю еще раз такое несколько техническое доказательство и в принципе если вы верите утверждение то можно там понимаю так поверить нам важно вот эта техника которую мы будем использовать мы ее нам понадобится когда будем доказывать собственного там уровне разрешимость в радикалах вот там будет использоваться вот такой похожего рода техника поэтому я про утверждение сказал тогда начинаю проезд ну единичка тоже приходит нечку единичку понятно направить сложение умножения да ну что прочитать гоморфиза же не умножение сложение понятно если вы тут складывать какие-то коэффициенты то так фиг гоморфиза то они тут сложатся самое сложное это показать что умножение сохраняется что происходит при умножении когда вы перемножаете две таких штуки вы на самом деле что делаете вы вывод вы берете два многочлена от альфа то есть вы берете два многочлена потом подставляйте до альфа и берете все это по модулю минимального многочлена для альфа и остаток это будет произведение вот в этом расширении правильно что еще раз хорошо но смотрите ну правильно но у вас что то что то что такое элементы фото альфа да как вы будете определять если вы хотите однозначно выразить по базису вам нужно взять и вот разложение где м это степень этом это минимально многочлена нынечко меньше чем степень минимального многочлена то есть у нас каждый раз мы пишем здесь многочлена степени остатки да то есть это остаток определения вот это многочлен надо ставить сюда альфа и здесь author мыть остаток продлении вот этот многочлен когда я перемножаю два остатка я их перемножаю и делю на основу на это многочлен смотрю астаток и справа я тоже перемножаю делю на это многочлен я хочу сказать что так как фиговый морфизм то у меня это будет одна и та же операция потому что тут я беру по модуле этого многочлена беру по модуле этого многочлена то есть ну ну давайте так я беру здесь произведением двух многочленов и беру их по модулю м альфа а могу взять значит фи от g1 от x и от g2 от x и взять по модулю фи от эмальфа то есть я хочу сказать что если возьму фи от вот этого то это будет с точностью вот это вот это доказывает что уже сохраняется то есть мне нужно доказать что отображение фи оно как бы пропускается через вот эту отображение по модулю некоторого многочлена ну и это берется из-за того что то есть ну по сути как я уже сказал здесь это берется из-за того что если у меня просто было отображение из многочленов многочлены а потом я отфакторизовал по тут по многочлену м альфа от f а тут погрешено фи от альфа м от альфа м альфа от альфа и так эти штуки они изоморфные то то это изоморфизм у меня собственно там и написано ну или можно просто проверить что но отображение фи то гоморфизм поэтому какая разница вы делите вы сначала берете произведение а потом берете сначала считайте фи от произведения остатков или вы считаете сфи от произведения остатков или или произведение остатков от фи это вот одно и то же вот это надо проверить так ну хорошо 20 минут понятно но давайте начну говорить про гибридские замыкания в принципе тема попроще наверное да еще мы найдем наверно же теорему докажем самую главную которую нужно конструкцию теорема притянули венте останутся на следующий раз это мы просто вот сейчас мы говорили про то что мы хотим добавить корни одного многочлена а теперь давайте подумаем то есть насколько давайте пробуем там не знаю понять что будет если мы хотим добавить все корни всех многочленов что из этого получится что то удобно говорить про просто расширение ну если мы хотим угарить про когда мы добили корни все корни всех многочленов мы случайно можем попасть в то что наше решение будет бесконечным потому что с многоцедоров вообще говоря что на первонатку в счетное количество. Если мы все корни будем добавлять, то мы получим некоторое бесконечное расширение. А, конечно, с ним работать не очень удобно. Но все-таки хочется про это решение что-то хорошее сказать. По крайней мере, все элементы в этом расширении будут алгебраическими. Поэтому вот мы будем давайте каким-то определением про это скажем. Будем говорить, что расширение расширение F, K назовем алгебраическим. Алгебраическим. Если все элементы, входящие в него, алгебраические. Если любое альфа из K алгебраическое над F. например, любое количество расширения алгебраическое. значит, почему-либо, конечно, алгебраическое, потому что просто берете вот здесь конечное расширение берете какой-нибудь элемент из K. Тогда альфа, альфа в квадрате и так далее. Альфа в n единичка, где n это степень этого расширения, они уже линейно зависимы. зависимы над F. Значит, есть какой-то многочлен, который их обнуляет. То есть есть многочлен, то есть есть какая-то линейная комбинация, которая равна нулю. Но значит, есть многочлен, который их обнуляет, значит, альфа-алгебраическое. Альфа-алгебраическое. Следующий важный шаг это показать, что башня расширений алгебраических алгебраическая. То есть на самом деле вот это будет важно для того, чтобы показать, что мы можем построить такое вот такое все-таки расширение, которое не просто содержит все элементы алгебраические над F, а еще само по себе оно будет алгебрический замкнут. Это будет важно для этого. Подражнение. если F лежит в L лежит в ноте в K лежит в L это алгебраическое решение. Это алгебраическое. Значит, L на F тоже алгебраическое. Алгебра-ическое. Ну, если бы это были все конечные решения, то бы это было очевидно из того, что я доказал. Потому что это будет конечное расширение по правилам алгебраическое. Поэтому с бесконечными возникает некоторая проблема. Как с этим работать? То есть что произойдет, если у вас есть два бесконечных, ну там, допустим, бесконечными бесконечномерных алгебрических расширений, как это доказать? Ну, мы просто идем к конечному случаю. Значит, пусть у меня значит, у меня альфа лежит в L хотим доказать, что альфа алгебрическая над F но мы знаем, что альфа алгебрическая над K алгебраическая над K что это значит? Это значит, что альфа является корнем некоторого многочленного с коэффициентами из K то есть есть какие-то бета 0 плюс бета 1 альфа то есть так далее плюс B и M альфа в M это равно 0 причем бета и это у меня лежат в K ну, теперь мы сделаем трюк вместо того, чтобы рассмотреть все K все K все K может быть бесконечно мерным но само альфа его можно выразить грубо говоря через конечное число элементов то есть смотрите так как альфа оно как бы является корнем многочленного с конечным числом коэффициентов то альфа на самом деле алгебраическая над любым полем который содержит эти коэффициенты в частности над полем F от B1 бета 0 и так далее бета 1 и так далее бета M просто потому что это корень многочленов с коэффициентами вот эти коэффициенты там есть поэтому оно будет там алгебраическое и получается что а вот ну то есть мы вместо того чтобы рассматривать все K рассматриваем его небольшое подполе а фишка в том что это подполе вот это вот поле F от бета 0 бета 1 бета M это конечно решение F так как у меня бетаиты лежат в K то бетаиты алгебраические над F ну и значит если я рассмотрю вот такую башню расширения когда я буду добавлять постепенно бета 0 потом бета 1 и так далее до последнего элемента то у меня получится что все эти расширения конечные значит вот эта штука тоже конечное расширение а само альфа оно лежит в конечном расширении F от бета 0 бета 1 и так далее бета M то есть это лежит внутри я могу сюда добавить альфа и это будет тоже конечное значит и вот это большое расширение конечное а значит альфа алгебраическая поскольку лежит в каком-то конечном расширении F ну давайте чтобы это тоже не пропадало я сразу его применю я тут немножко поменяю а потом я сформулирую собственно определение алгебрической замкнутого поля и в следующий раз тогда ну сейчас посмотрим я наверное не успею все доказать хотя там все просто но что-то докажу и какой смысл этого утверждения а смысл у него такой вот вот мы взяли поле F пусть есть поле F и пусть у него есть расширение K обладающее следующими свойствами во-первых F на K алгебраическая второе K содержит все корни всех многочленов F K содержит все корни всех многочленов над F то есть это такое не просто поле это поле всех многочленов это вы взяли все многочлены и там не знаю построили то есть взяли такое поле которое получается поле для всех многочленов вообще тогда любое алгебрическое решение K оно тривиально тогда вот давайте я напишу все-таки K алгебраически замкнуто то есть ну вот я про линк чуть позже написать я его напишу есть любое алгебраическое расширение K тривиально то есть магия стоит в том что если вы все корни добавили всех многочленов над F то вы больше можете ничего не добавлять уже дальше нечего добавлять вообще никаких новых алгебрических элементов вы как бы достигли максимума что можно сделать добавляя алгебрические элементы то есть вы не сможете ничего к нему добавить это поле алгебрический замкнут вот как комплексные числа ну давайте я докажу собственно использую утверждение а именно ну вот мы как бы если F лежит K лежит в L L на TK алгебраическое тогда L на D тоже алгебраическое тогда альфа если мы возьмем любое альфа который лежит в L и не лежит в K так как аналогибрический над F становится корнем некоторого многочлена из F ну хорошо давайте возьмем так альфа из L значит альфа корень многочлена из над F значит альфа лежит в K то поэтому или K совпадают то есть мы можем сделать вот такую конструкцию мы можем взять F если мы сможем добавить все корни всех многочленов получить некоторое K то дальше мы все можем забыть про то есть мы можем говорить про элементы корни многочлена просто как элементы вот этого поля K а поле K оно называется ну ну давайте я скажу давайте все-таки вот это я показал что нам это нужно я скажу про элемент алгебрического замыкания и алгебрическая замка этого поля и не знаю может быть я что-то докажу но я в следующий раз все это повторю и поговорим о том как их получать ну давайте теорема значит это вот про алгебрическое замкнутое поле для поля K следующие условия эквивалентны ну какие вы можете придумать свойства алгебрического замкнутое поле да во-первых ну тут можно там штук 6 на 5 они все примерно одинаковые во-первых любой многочлен имеет корень да если у вас есть многочлен из X имеет корень в K то есть если под X из K от X то его поле разложения это K его поле разложения это K если F от X из K от X он не приводим то его степень равна единица ну и два какие-нибудь свойства прошения нужно писать ну например 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 то любое количество решений тривиальное и любое алгебрическое решение тривиальное вот еще два свойства любое алгебраическое расширение K тривиальное и любое количество решения K тривиальное ну и такое K называется алгебрическим замкнутым полем K алгебраически ну то есть вы все вы привыкли наверное к основе алгебры типа 1 что любой многочленный имеет корень но в принципе можно любое алгебрическое решение тривиальное то же самое и конечно мы вот то что вот здесь мы делаем мы строим расширение алгебрическое решение F которое алгебрически замкнуто то есть это называется алгебрическим замыканием F вот такая конструкция это называется алгебраическое замыкание F что-что-что-что-что-что ну да хорошо степень больше чем 1 да ну там поле разложения тоже требует чтобы степень была больше на 1 то есть даже если вы не знаете что поле алгебрически замкнуто вы можете взять F и к нему постепенно добавлять корни всех многочленов то есть взять забирать многочлены и потом брать их поле разложения постепенно и вы таким образом получите потом из этих объединения вот этих вложений цепочки вложений тогда вы получите такое алгебрическое решение Q которое содержит все корни этих многочленов и оно будет автоматически алгебрически замкнуто потому что я объяснил поэтому можно говорить про поле алгебрических чисел как поле Q с чертой если мы даже не зная что у нас есть комплексные числа мы уже можем построить некоторое алгебрическое замыкание дальше говорить про корни многочленов просто про числа потому что у нас уже есть некоторое поле в котором мы живем и так же можно сделать для там любого конечного поля тоже можно построить алгебрическое замыкание но про это расскажу в следующий раз так осталось 3 минуты ну я не знаю как сказать я считаю давайте пробовать то есть тут все это же неочевидное ну давайте я что-нибудь докажу может что-нибудь надо может на следующий раз ну давайте докажем честно говоря я не знаю надо ли следовать в порядку приступ можно в любом порядке доказывать ну например ну давайте что-нибудь очевидное скажем ну понятно что если например ну давайте вперед пойдем ладно из 1 следует 2 что у нас есть если многочлен имеет корень то любого многочлена поле разложения это k ну если поле разложения f от x не k то значит у нас есть элемент который у которого минимальный многочлен имеет степень больше единицы значит существует такое альфа у которого минимальный многочлен от x имеет степень больше либо равна единица но так как m альфа неприводим мы получаем что у нас есть неприводимый многочлен у которого степень больше 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 строк больше чем единица если неприводимый многочлен у которого степень строк больше единицы а у него по по единице должен быть корень но это projected такого не может быть потому что если неприводимый многочлен это я видите сразу один nets доказывают я она и тень чем успел ну давайте пробовать поговорить ну вот из 1 в 3 в 2 значит если ну давайте я сейчас то есть если на гашель либо имеет корень то есть он неприводимый степень единица это понятно если любой f от x имеет корень то если f от x не приводим то он может быть только степень единица то что если бы не приводим многочленного больше единицы то у него был бы корень он делится мнение со множестве значит он должен быть степень единица а если у любой степень единица то тогда поле разжения любого многочлена так а ну потому что берете любой многочлен откладываться него на неприводимые самопрошители они все месяц единицы по предыдущему а если не имеет степень единица то значит у них корни уже изжат в к поэтому поле разложения же от x атака степени аши так от x равны ница иначе все их корни и же откладывается разложение атака так мы доказали за 1 3 в 2 теперь ну чё там очевидно очевидно что любое конечное решение любое конечное решение губерническое поэтому если 4 выполнен то и 5 выполнен поэтому осталось доказать из 2 в 4 и из 5 1 так из 2 в 4 это значит что мы если мы знаем что любое поле разложения многочлена это к то любое алгоритическое решение к тривиально ну а а а а Продолжение следует... Продолжение следует...